20 ноября Всемирный день детей. В этот день в 1989 году Ассаблея ООН приняла конвенцию о правах ребенка. Было рекомендовано ввести в практику празднование этого дня как Дня мирового братства и взаимопонимания, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия подростков во всем мире. В нашей стране эту дату отмечают как Всероссийский день правовой помощи детям. Сегодня в зале судебных заседаний Кашхабльского районного суда прошел открытый урок, приуроченный ко Дню правовой помощи подростковому поколению. В нем приняли участие учащиеся 9-10-11 классов СОШ-1 и 2 АОЛ Кашхабль в сопровождении учителей Фатимы Киржиновой, Зуреты Гошевой. На заседание также были приглашены представители КЦСОН Светлана Хищнова, Расита Киргашева, старший инспектор ПДН Межмунспального отдела МВД России Кашхабльский Лариса Ногоева. Открытый урок для школьников провели председатель Кашхабльского районного суда Мурат Паранук, прокурор Кашхабльского района Мурат Хакуй и заведующий филиалом номер 6 Адгейской республиканской коллегии адвокатов Анатолий Ногалев. Сегодня у нас проходит открытый урок, посвященный сегодняшнему дню всемирному оказанию юридической помощи несовершеннолетних. Открытый урок будет проводить при участии главы адвокатской палаты района Ногалева Антонича, прокурора Кашхабльского района суда Мурата Хакуй и в присутствии также меня, я предъявляюсь председателем Кашхабльского районного суда Паранук Мурат Аминьевич. Основную информацию по правовой защите аудитории представил заведующий филиалом номер 6 Адгейской республиканской коллегии адвокатов Анатолий Ногалев. Я доведу для вас, считаю, важную информацию, касающуюся административного наказания и уголовной ответственности несовершеннолетних. В соответствии со статьей 60 Конституции Российской Федерации, гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. В соответствии со статьей 87 Уголовного кодекса Российской Федерации несовершеннолетними признаются лица, которым во время совершения преступления исполнено 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Необходимость установления минимального возраста уголовной ответственности объясняется тем фактором, что человек далеко не с момента рождения становится способен осознавать социальную сущность своих поступков. В этом случае в Уголовном кодексе Российской Федерации выделен специальный раздел «Уголовная ответственность несовершеннолетних». Глава 14 «Особенно уголовной ответственности наказания несовершеннолетних». Несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия, либо и может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Поскольку уголовным законом устанавливается минимальный возраст уголовной ответственности, возникает необходимость в каждом конкретном случае привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетнего устанавливать его возраст, то есть число, месяц, год его рождения. Это может производиться как с использованием существующих документов, так и когда документально возраст установить невозможно. Теперь ко второй группе переходим. Это дела, связанные с завладением чужим имуществом, кража, то есть статья 158 Уголовного подвеса, грабеж, статья 161, разбой, статья 162, вымогательство, статья 163 и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортом, средством без цели хищения, статья 166. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, это статья 226. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Статья 229. Террористический акт. Вандализм, статья 214. Приведение в негодность транспортных средств или путем сообщения, статья 267 Уголовного подвеса. И четвертое, иные. Похищение человека, статья 126. Захват заложников, 206. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, статья 207. Хулиганство при отечающих обстоятельствах, части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. При назначении наказания несовершеннолетним, ему прежде всего учитываются условия жизни и иные особенности личности, а также влияния на него старших по возрасту лиц. В части 3 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливается необходимость учета так называемого психологического возраста субъекта. Данные правовой информации, да несовершеннолетних, доведение, вернее, информации, я считаю, что должно начинаться как можно раньше. И осуществляться более доходчиво с учетом особенностей детской и подростковой психологии. Вы в эмоционально привлекательных формах. Поэтому мы вас сегодня собрали в Кашихагарском районном суде Республики Адыгея, а именно в зале судебного заседания, где сама обстановка уже говорит сама за себя. Да, она достаточно специфичная и во многом зависит от тех обстоятельств, которые могут уберечь вас от проблем подросткового поколения, которые могут возникнуть от тенденции преступности в будущем. Действительно, да, вот собравшись в данном судебном, скажем, в зале судебном заседании, это не то, что в школьном классе, да, где для вас все привычно, скажем, уже родные там стены, все. А это обстановка, когда вы видите листом юб от судимых, и стоит эта клетка. Я думаю, это уже заставит каждого задуматься, да. Лучше приходить сюда работать, нежели сюда попасть на скамую подсудимых. Поэтому и проводится вот именно данная профилактическая беседа с вами. Но если вам будет интересно, небольшую статистику приведу в заключении. Мне хотелось привести небольшую статистику по видам преступлений, где три четверти массива преступности подростков исчерпывается тремя составами. Кражи – это не более 60%. Грабежи – 8%. Хулиганство – около 7%. А, скажем, доля умышленных убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, составляет по каждому виду не менее 1%. Вот, к сожалению, такая неутешительная статистика преступности несовершеннолетних, скажем так. С дополнением к докладу к присутствующим обратился председатель Кашхабского районного суда Мурат Паранук. Единственное, что добавить я хотел, потому что Антон Иванович вам сейчас рассказал о доле преступлений, совершаемых несовершеннолетними правонарушителями. Значит, практически не меняющаяся уже последние несколько лет тенденция, все чаще несовершеннолетними подростками совершается преступление в сфере незаконного оборудования наркотических следствий. Это что имеется в виду? Наркотики. От хранения до распространения, приобретения и так далее. Вот это очень, на самом деле, важно тоже вам знать. Значит, в нашей стране за такие преступления, чрезмерно даже может быть где-то, кто-то считает, делится у нас население в этом отношении, во мнениях, значит, кто-то считает, что обосновано суровое очень наказание за это совершение. То есть, фактически, соразмерно, торгуя наркотиками, соразмерно наказанию, которое последует за это, тому наказание, которое предусмотрено за убийство человека. Даже за хранение, хранение наркотических средств по себе, вы можете попасть на очень долгий срок места лишения свободы. Естественно, судьба после этого вашего, считаете, что сломана во всех отношениях. Поэтому имейте в виду. Также с пожеланиями выступил прокурор Кашхабского района Мурат Хакуй. Не беритесь в чужого, не применяйте насилие, кому, и бы то ни было, в любой форме. Остерегайтесь наркотиков, как Мурат Алиевич правильно сказал. А так, есть только пожелания. Дай Бог, чтобы не пригодилось. А если пригодилось, только в связи с тем, чтобы выбрали профессию прокурора, адвоката, или еще что-нибудь в этой сфере. Всего наилучшего. В заключение слово было предоставлено старшему инспектору ПДН межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Ларисе Ногоевой. Все лица, которые совершают противоправные действия, у нас состоят на профилактическом учете. И они могут состоять у нас до 18 лет. По достижению 18-летнего возраста мы на следующий день уже снимаем их с учета. Если административное правонарушение совершеннолетнее лицо совершает, то мы ставим на 6 месяцев. После истечения этого срока мы рассматриваем вопрос о снятии с учета. Если несовершеннолетнее лицо положительно себя показал и характеризующие материалы, которые предоставлены будут нам, положительными будут, то мы их уже снимаем с учета. А если нет, то мы продолжаем введение профилактических мероприятий. Будучи на учете, если несовершеннолетнее лицо совершит это повторно противоправные действия, мы выходим в суд по согласованию с прокуратурой для решения вопроса о направлении этого подростка правонарушителя в закрытые учреждения. Это находится при Министерстве образования, так как ребенок нуждается в особых условиях воспитания и содержания. В настоящее время у нас сейчас в производстве находится одно уголовное дело по отношению четырех лиц. По отношению этих лиц мы сейчас готовим материалы для направления их в закрытые учреждения. Но это будет решать суд. Так что если сейчас медицинскую экспертизу, если мы проведем и противопоказаний не будет, уже на всмотрение суда. Эти лица могут быть направлены в закрытые учреждения. Так что этим я хочу сказать, лучше дружить с законом, не нарушать. Закон это норма, и эти нормы, правила нельзя нарушать. Так что желаю всем удачи, не нарушайте. Хочу здесь отметить еще, из числа учаевых первой и второй школы никто на учете у нас не состоит. Никто не совершил противоправные действия. После выступлений все желающие смогли задать интересующие их вопросы. Вам желаю всем удачи, учитесь хорошо, изучайте юриспруденцию, это очень хорошее направление. Я желаю вам всем достичь тех целей, которые вы поставили перед собой. Учитесь хорошо, слушайте своих родителей, не совершайте в любом случае преступления, не портите себе судьбу и будущее. Значит, удачи вам, будьте здоровы, не болейте. Натусик Чмезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхабского района.